итак сегодня запускаю значит более мощным мотором ту же схему инерцевой сейчас покажу мотор тоже посадил вам на 300 вот 124 ватта магнитные постоянные магниты закрываем крышку так как для чего вот эта крышка то спрашивали для безопасности то есть главное в работе это безопасность что все остались целой живы бтг никуда не денется она будет работать это уже совершенно точно сейчас включим посмотрим вот пожалуйста 12 вольт на выходе и до 10 спускается одна десятая секунды и одна секунда расход видите минимальный сейчас замерим расход так расход до риски дойдет то есть система работает нормально видите какой расход вот метр вообще ничего не показывает так как он на нуле стоит так как он срабатывает как слипает и и и и и Расходы вообще мизерные эти. Я попробую, может даже сегодня еще спробую, чтобы вообще не было расхода. Там батареек не надо. Но будет меньше выход. Раз в пять. А так вот выход 12,5 где-то максимальная. Минимальная 10,5-11 вот так колеблется. При том, что у нас, значит, моторчик с постоянными магнитами на 124 вольта. Давайте пока здесь посчитаем. Выход посчитаем. И потом вход раздолго идет. Значит, 10,5. Видите. Прибавляем 12,5. 23 делим на 2. 11,5. У нас при 11,7... При 11,5, значит, у нас выход 102 ватта при 11,5 примерно. Это я тоже замерял. Ну, а так, значит, 102 ватта. 102 ватта 11 раз. Помножить на 11. 1122 ватта. И вот сейчас здесь это у нас будет выход. 1122 ватта. Так, и здесь надо у нас... Вот сейчас я тогда до конца доведу ее, раз я там опоздал. Вот она, то есть вот сюда дошла, и отсюда будем считать. Сейчас пока я нагрузку не даю на него, почему? Потому что это уже после как сварка задела. Мне надо было, видите, мне надо было как-то хоть прикрутить. Прикрутить его, чтобы попробовать. Если сейчас дать еще нагрузку, оно это самое может оторвать, нафер. И до конца эксперимент не проведем. Поэтому, когда заварю, тогда еще попробуем под нагрузкой. Тогда уже будет абсолютно точно. Сейчас предварительные результаты. То есть, работа, как видите, тихо. То есть, шума нету. Потребление... Ну, видно, что низкое. Счетчик еле и останавливается на секунду, потом чуть-чуть идет. Потребление очень низкое. Под нагрузкой будет чуть выше, конечно, процентов на 50. Но единоразово, не забывайте. Единоразово будет выше. В то время, как ток выходит 11 раз. То есть, это вам представить, как вот. Представляем проще. Включаем, значит, систему на 11 часов такую. Вот. И за 11 часов у нас происходит что? Этот работает у нас всего час. То есть, берется энергия за час. А за 10 часов у нас уже, как бы, подарок. Свободное. Долговато, видите, долговато. С одной стороны долговато, с другой стороны потребление-то мало это хорошо. Что я еще, значит, предпринял? То есть, сварка тут тоже, видите, сварка. Тут может потребление вырасти за счет трения металла от металл. А тут идет у меня прослойка, значит, с этого. Просто хлопчатобумажные ленты замотано. ХБ, знаете, лента. Изолента ХБ. Она не горит. Но все равно. Дать нагрузку может и это, расплавиться. Так, уже 3.20. Пока конца не видно. Ну, видно, что, видите, вот прошел, этап стоит, прошел, этап стоит. То есть, секунду стоит, одну десятую идет, секунду. Сразу раз, дернул, видите, дернул. То есть, дернул, энергию отдал туда. И она уже продолжает крутить. Этой энергии хватает, так как там обратные токи, самоиндукция. Оно же тоже дает работу. Об этом-то не говорят. Оно же крутится, оно ток вырабатывает. А это все дает работу. Об этом нам не говорят. Ну, вот уже приближается. Стоп. Можно выключать. Так. Выключаем. Итого у нас 4 минуты, видите, 16 секунд. То есть, перемножаем 60, перемножаем на 4, 240. Плюс 16. 256. Помножим на 300 кругов. Делим на 3600. А теперь киловатт. За 300 кругов у нас же киловатт. Делим на 21. 3, 3, 3. 46,8. В общем, 47 ватт. То есть, потребление 47 ватт. Выход 1122 ватта. 122 ватта. Еще 35. Еще 35. Помножим на 10. Это мы тоже получаем даром. 350. Плюс 1122. 1442. И делим на 47. Помножаем на 100. 3131 кпд. 3131. То есть, уже и сейчас можно применять. 47 ватт давать и получать, 1100 ватт на выходе. Видите как? Тоже экономия будет. А чтобы привести, чтобы вообще была полная экономия, надо, значит, как я говорил, поставить одну батарейку вместо сети. Инвертор. Вторую батарейку на выход. И заряжать. Там, видели, 10-12. То есть, надо еще на выход поставить этот преобразователь тока, чтобы и поставить на нем 16 вольт. Постоянно. Чтобы он брал эти 10-12, а выводил 16. И так будет зарядка идти. А так, как вы видели, что в 31 раз больше получается на выходе, то понятно, что у нас будет и на постоянное движение нам хватит тока, и нам хватит тока еще на, как говорится, на бытовые нужды. То есть, вот сегодня померил, это значит, можно смело идти, вот, покупать бутыльброд мужикам в гараж. И пускай они заварят. Ну, это, наверное, уже не выходные, я пойду. В понедельник где-то. То есть, это заварят все. И тогда я еще раз проверю, покажу. Уже подадим нагрузку, вон у меня есть, я показывал вчера, лампочка эта, галогенка на 102 ватта. Вот ее под нагрузку дадим. И увидимся тогда. Там уже будет более точно все. Коми-па. Продолжение следует...